МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На нашем канале время новостей. Я Егор Москвин. Здравствуйте. И вот главная тема выпуска. Сегодня ровно в полдень большая пресс-конференция Владимира Путина. Варваринская церковь из деревни Янда Мазера в Карелии получила вторую жизнь. Это дает мне возможность надеяться, что я наконец-то все-таки завтра сделаю действительно какой-то шедер. Многогранность таланта. В Ярославле выставка живописи народного артиста СССР Владимира Васильева. Сегодня в 12 часов по московскому времени начнется большая пресс-конференция президента России Владимира Путина. В этом году из-за пандемии количество журналистов ограничили. Их будет около 500. Это представители федеральных, региональных и зарубежных СМИ. О последних приготовлениях Алексей Конопко. 570-1. 570-3. Генеральная репетиция для доводки последних деталей. Свет и звук уже отлажены. Осталось закрепить экраны, на которых президент сможет увидеть собеседника даже на последнем ряду. По низу сейчас, да. И выбрать цветовое оформление сцены. Оно, как оказалось, каждый год по замыслу режиссера имеет свое значение. Когда были тревожные ситуации в стране и в мире использовался синий с красным. Сейчас, мне кажется, на всем нужно немножко выдохнуть, успокоиться. Сейчас такой нейтральный, аккуратный синий цвета с карты страны. Манеж в площадку для одного из главных общественно-политических событий года превращали две недели. Все происходящее в зале снимут сразу 16 телекамер с одинаковым качеством картинки. А значит, все 16 должны, например, взять баланс по одному и тому же белому цвету, выбрать фокус по одной и той же точке в зале. А у камеры на кране еще и свои тонкости настройки. Главное, чтобы камера была в балансе во всех трех плоскостях. Чтобы вес камеры относительно ее центра тяжести был одинаков спереди и сзади. Мы сделаем баланс, включим и можем лететь. В огромном зале ждут около 500 журналистов. Максимум того, что позволяют эпидемиологи. Без отрицательного ПЦР внутрь не пустят. И каждого на входе ждет санитарный барьер. Весь состав участников через такую рамку можно пропустить за один час. С помощью форсунок поступает дезинфицирующее средство методом холодного тумана. Обрабатывает кожные покровы, одежду. Загорается зеленый свет. Человек выходит обработанный, без вирусов, без бактерий. И последний штрих уже в зале. Физическая гарантия безопасной дистанции. Ну, чтобы четкость была. Традиционно на пресс-конференции любые темы и вопросы без ограничений. Несмотря на то, что в некоторых СМИ в это не верят. Вопросы не могут быть заранее прописаны, потому что они тоже принимают участие. И они тоже спрашивают у президента. Если они считают, что их вопросы тоже заранее прописаны, они все легко прогнозируются. Мы же следим за повесткой дня весь год, когда аппарат правительства готовит справочные материалы для президента. Мы как раз все эти темы прогнозируем и очень часто попадаем. Накануне пресс-конференции, когда Манеж почти готов, есть, пожалуй, единственная возможность увидеть все как будто бы глазами президента. Уже через несколько часов Владимир Путин пройдет здесь, к уже заполненному залу, чтобы начать большой разговор по итогам года. Алексей Кнопко, Сергей Рубанов, Дмитрий Новиков, Вести. Памятник деревянного зодчества 17 века. Церковь Варвары Великомученицы перевезли из одного корейского села в другое и отреставрировали. О том, как восстанавливали храм, в нашем репортаже. Старейший шатровый храм Зоонежья, Варваринская церковь, полностью восстановлена. По словам подрядчика, из полусотни объектов, которые были у них в работе в девяти регионах, реставрация этого памятника была самой сложной. Много, можно сказать, сил потратили на реставрацию церкви. И на самом деле такая, ну, феноменальная, честно сказать, радость такая даже, можно сказать, как рождение ребенка. Храм Великомученицы Варвары середины 17 века и заброшен из Зоонежской деревни Яндамазера. Чтобы сохранить памятник, в 2016 году его разобрали и перевезли в соседнюю деревню Типеницы. Предполагали, что там проведут реставрацию. Однако разобранные бревна два года лежали под дождем и снегом, пока не пришел новый, уже третий по счету подрядчик. Церковь решили восстанавливать по частям на производственной площадке в Петрозаводске, а от реставрированной конструкции одну за другой возвращать в Типеницы и уже на месте собирать храм. Церковь перевезена на свое новое место. Выполнена полная поэлементная реставрация. То есть физической сохранности ее ничего не угрожает. Все конструкции абсолютно работоспособны, несмотря на такой почтенный возраст. И церковь будет жить. Во время реставрации вырезали сгнившую часть. На ее место вставляли коронку или протез из новой древесины. Полностью меняли бревно лишь в самом крайнем случае. Было очень много разговоров о том, что ее не восстановить, что останется там крохи от исторического материала. Я сразу знал, что это не так. И на сегодняшний день надо разделять. Есть колокольня, более 70% исторического материала. Есть основная часть храмовая, там около 60%. Но это высокий процент. За храмом присматривают местные жители. В дальнейшем, после соблюдения всех необходимых процедур, церковь могут передать православному приходу. Тогда возобновятся службы. При бережном отношении Варваринская церковь способна пережить даже многие современные строения. Екатерина Бродянская, Влада Данилова, Виталий Полтинин, Алексей Костенко, Карелия. Выставка картин знаменитого танцовщика и хореографа Владимира Васильева проходит в Селевятском Ярославской области. Экспозиция получила название «До и после». Щелкунчик, Ромео, Иван Грозный и, конечно, Спартак. Но в этот раз Владимир Васильев не как легенда русского и мирового балета. Несколько десятков живописных работ от пейзажа до натюрморта открывают еще одну грань таланта великого артиста. И даже некоторые пейзажи, которые мы видим в его работах, очень напоминают нам пейзажи наших окрестностей. Владимир Викторович признается, время, проведенное за Мольбертом, проносится стремительно. Иногда в поисках нужного мазка или штриха приходится отказываться и от сна, и от отдыха. Проходит день-два, думаю, опять не получилось и все. Но это дает мне возможность все время надеяться, что я наконец-то все-таки завтра сделаю действительно какой-нибудь шедевр. Лучший танцовщик балета, первый среди равных, какими только эпитетами не награждали Владимира Васильева за его творческую биографию. Но уже многие десятилетия он не только оформляет спектакли, галоконцерты, выставляется как живописец, но и выпускает поэтические сборники. Какая-то абсолютно надмирная такая фигура, которую мы должны беречь, помнить всегда. И как можно чаще позволять себе вот эти взлеты, эти крылья, которые он нам дает. Марина Ромакина, Николай Лебедев, Вести, Ярославль. Фрески древнеримского города Помпеи помогают восстанавливать робот. Во время извержения Везувия в 79 году н.э. мозаики и настенная живопись были повреждены и расколоты на мелкие фрагменты. Собрать их вручную невозможно. К работе решили привлечь искусственный интеллект. Подробности у Василия Алексеенко. Первая задача робота-прототипа — трёхмерное сканирование каждого кусочка уничтоженных помпейских фресок. Машина использует гиперспектральную технологию, позволяющую анализировать тончайшие особенности красочного пигмента. Это поможет точнее определить соседние фрагменты и собрать из тысяч разрозненных деталей изначальное изображение. Проект, объединяющий робототехнику и машинное обучение, планируется использовать там, где человек бессилен. Собрать воедино десяток или даже пару сотен фрагментов мы можем вручную. Для этого не нужен искусственный интеллект. Главная цель нашего проекта — работа именно с масштабными фресками, со сборкой которых никогда не справится даже очень большая команда. На время испытаний роботу поручили задачу попроще. Он восстановит фрески, уничтоженные через несколько веков после извержения Везувия. Первая — из школы гладиаторов, обрушившаяся в 2010 году. Вторая — из так называемого «Дома художников за работой». Изображение рассыпалось во время бомбёжек в годы Второй мировой войны. Здесь фрагменты довольно большие. Нам и роботу проще понять, как они соединяются. Также очень важно, что мы знаем, как выглядело изображение. Это всё равно, что инструкция по сборке на коробке пазла. Дальше будет гораздо сложнее. Рисунок придётся реконструировать только на основании наших знаний об искусстве того периода. Учёные надеются, что технология приживётся. Подобный робот может помочь восстановить уничтоженные шедевры по всему миру, а заодно облегчить жизнь археологам и реставраторам. Чтобы собрать воедино разрушенную фреску или другой археологический объект, нужно много времени. Этот процесс никак не приумножает познания и навыки учёных. Настоящая работа археологов начинается с анализа изображения, использованных материалов и тому подобного. Робот даст археологу и реставраторам больше времени для выполнения их прямых обязанностей. Сам робот трудится без лишней спешки. Свои первые фрески он восстановит только через четыре года. Василий Алексеенко, Новости культуры. В выставочном центре Музея героической обороны и освобождения Севастополя открылся ретро-кинотеатр. Первым там показали фильм «Человек-амфибия», съёмки которого проходили в Крыму в 1961 году. Перед началом сеанса зрители могли посетить фойе, выставку старых афиш и киноаппаратов и заглянуть на сеанс «Немого кино, братьев Люмьер». С подробностями Ольга Кислицына. На экране кадры первых немых чёрно-белых фильмов. Знакомые названия возвращают на несколько десятилетий назад, когда билет в кино стоил 20 копеек. Насколько я помню, с детства, фильмы шли так, в понедельник начинались, и в воскресенье заказали. Потом с понедельника шёл следующий фильм. Так что можно было найти и время, и желание, и прийти в это. Все экспонаты из фондов Музея героической обороны Севастополя. История, кино через проектор и плёнку, и рассказы о том, как создавали и показывали фильмы. Это ручная моталка для того, чтобы можно было после демонстрации части фильма перемотать её на начало. Если её зарядить в кинопроектор, не перемотав, то изображение будет вверх ногами. Для того, чтобы этого не было, приходилось её таким вот образом мотать, перемотать. От кинопроекторов до фотоаппаратов. Мини-отелье, чёрно-белые снимки. Брал вот такую рамку, доставал. Вот здесь располагалась пластина светочувствительная. И как только он уверен, что кадр готов, он её так подставляет здесь. Я сейчас не буду, потому что тяжело. И отобегает за двор. Легендарный фильм из прошлого в формате цифрового настоящего. Ольга Крысенко даже помнит, как снимали «Человек-амфибия» в Голубой бухте и в Ласпи. Я вижу все эти вот места. Вот тут снимали, это там снимали, то там снимали. Очень красивые герои, прекрасно играют. И потому что это моё детство, моя молодость, моё первая влюблённость, так сказать. Репертуар ретро-кинотеатра будут формировать вместе со зрителями. Пока это фильмы, переведённые в цифровой формат. Но уже скоро планируется установить плёночный проектор для специальных показов киноархива музея. Ольга Кислицына, Александр Попов, Алексей Балакирев. Вести Севастополь. Выставка ёлочных игрушек «Новогоднее волшебство» проходит во Владивостоке. Кроме новогодних украшений дореволюционной и советской эпохи, там представлены старинные открытки и коллекция фигурок Дедов Морозов и Снегурочек. Экспозицию осмотрела Анна Марчева. Каждая из игрушек в коллекции Ирины Кейчиной хранит частичку души своего хозяина. Многие экземпляры выставки ещё 20 лет назад целыми коробками отдавали приморцы. Сегодня Ирина собирает редкие игрушки уже по всему миру. Но и владивостокцы до сих пор приносят свои раритеты. В этом году нам повезло приобрести уникального Дедушку Мороза, который был сделан на нашей Владивостокской фабрике. У него сохранился штамп, где написано, что это Владивостокская фабрика игрушек, 61-й год. Есть на выставке игрушки, изготовленные во время Великой Отечественной войны. Материал был в дефиците, поэтому использовали остатки проволоки. Из неё творили настоящие произведения искусства. А эти удивительные циркачи и их предшественники. Первые советские игрушки делались из ваты, потому как стекольная промышленность была разрушена. Хоккеисты и клоуны – это самая излюбленная тема. До революции ёлка была рождественской, а не новогодней. Её украшали картонными игрушками, фруктами и обязательно свечами. А во время электрификации страны стали популярны игрушки из лампочек. Их расписывали вручную. Открытки и украшения 19 века – уникальная часть коллекции Ирины. Но всё же большее чувство и ностальгия у гостей выставки вызывают именно советские игрушки. Всё знакомое. Ёлка, Новый год, школа, большие же школы были. Большущая ёлка и вся вот такими игрушками украшена. Игрушки родом из детства навевают такое приятное чувство ностальгии. Вот, к примеру, вот такие игрушки украшали ёлку моего детства. Сразу вспоминаешь тёплые руки мамы, новогодние песни по телевизору. И то томительное чувство ожидания. Ведь вот-вот скоро придёт Дедушка Мороз и положит подарки под ёлку. После нашего выпуска смотрите программу «Наблюдатель». Сегодня она посвящена рассвету русского театра при Екатерине II. В студии «Свёклой Толстой» становление императорских театров обсудят доктор искусствоведения Анна Корндорф, театровед и драматург Илья Кухаренко и дирижёр Филипп Чижевский. Наш выпуск завершён. До встречи. Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова